Здравствуйте, друзья! Самые неудобные вопросы на горячую линию. Когда будет сменяемость власти в России? Не надо баллотироваться на следующий срок? Дай дорогу молодым. Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? До каких пор будете подтасовывать процент по инфляции? Ни на один вопрос о Джон Мобилизованных не ответил. Во всех проблемах обвинил всех, кроме самого себя. Мы совсем недавно разговаривали с министром сельского хозяйства, спрашивали, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. Не. Судя по ценам на яйца, они ему мешают ходить. На что я ему отметил. Абсолютно честно, говорю, это прямая речь. Я говорю, а у граждан наших есть проблема. На сегодняшний день у граждан действительно есть проблема с яйцами. Но 1917 год напоминает, что эту проблему можно решить. Москва. Военный госпиталь имени Бурденко. Главный госпиталь Минобороны. Привет, обманутый россиянин. Вот главный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Нанотехнологии. Центр города Москвы. Ремонт я не знаю, когда сделали последний раз. Великая страна. Здесь удалось с собой привозить ребят. Палатах просто ужас вообще. Вот оно величие. Ого. Такие вот дела. Равный военный госпиталь имени Бурденко. Министер обороны никогда не служил в армии, а в военном госпитале никогда не было ремонта. Участников видеообращения к Путину из Липецкой области вызвали в полицию на допрос. На допрос сказали, надо прийти. Объяснить, почему просят, не на коленях. Освободители жалуются, что их кинули. Вот так нас привезли, на хуй, ждать автобус до Ростова. Ни света, ни отопления. Ни хуй нет. Заболели. Оба после операции. Ни воды, ни еды. Сказали, дня три-четыре будем сидеть здесь, потом приедут за нами. Вот тут мы, короче, спим. Вот тут мы греемся. Это вот наша первая ночь. Просто замерзли. Вот. Такие тут условия. Крысы бегают. Ни воды, ни еды. Ни хуй. Четыре миллиарда долларов сырьевой выручки, о которых рассказывал Центробанк, оказались статистической ошибкой. А проще говоря, фейком. Не Центробанк, а Центрофейк. Мэр Магадана сказал, что в городе 12 тысяч школьников, они бесплатно могут почистить дороги. Сегодня обратятся ряд общественных организаций с почином по проведению городского субботника по расчистке города от снега. Плюс у нас в школах города 12 тысяч школьников. В школы сказали, что мы выйдем, инвентарь есть, поработаем, будем расчищать. Такими вот общими усилиями, я думаю, что мы в очень короткий срок приведем город в надлежащий вид. А почему мы должны бесплатно чистить город от снега, а папа? Не знаю, сынок, политикой не интересуюсь. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня 6 декабря, 23-й год. Белгородская область, город Старый Оскол. Здесь расположено здание административной комиссии нашего городского округа. Подходим буквально 5 метров и видим отличную надпись «Музей и национальное достояние страны». С этим, конечно, можно не согласиться, но с тем, что тут происходит, вот этот туалет и все это происходит напротив здания администрации. Наша семья за Путина. Честно говоря, тут и без плаката понятно, за кого именно ваша семья. Директор школы в Омске отказался вешать памятную табличку «Убийца и мародеру». Дорогие братья и сестры МИЧИ, мы, ветераны специальной военной операции, наш боевой товарищ, награжденный медалью за отвагу, Алексей Ямщиков отдал свою жизнь за всех нас, ради будущего, ради победы. Мы предложили увековечить память погибшего, установив на стене его родной школы 87 мемориальную доску. И к нашему изумлению мы услышали такие слова. Если мы будем всех развешивать, стен не хватит. Это, кстати, чистая правда. В омских школах нет 330 тысяч стен. Мы считаем, что такие идейные враги нашей родины, как директор школы Коваленко, не должны руководить образовательными процессами и должны отвечать за свои слова. Ее нужно депортировать к родственникам на Украину. Яйца поштучно, по 9 рублей. Кстати, в Америке нуждающимся яйца раздают совершенно бесплатно. Так же, как и курицу. Одежду, обувь, овощи, фрукты и все остальное. Так, это вот бесплатная еда, что мы взяли в фудбанке. Хлопья, яйца, всякие соусы, бумаги. Там консервы всякие, супы вот готовые сразу, овощи. Так, хлеб. Фрукты, печеньки всякие, всякие соки, конфеты всякие, макароны, для бутеров какие-то штуки. Потом вот фарш. Если бы на горячей линии показали, как в Америке бесплатно раздают яйца и фарш, то у всех был бы только один вопрос. Объясните, как получить туда визу. Фарш, это готовое что-то, не знаю, греть что-то надо. Вот фарш еще, фарш. Тоже там чебуреки какие-то готовые. Так, это вот бесплатная одежда нам дали там. Я взял теплый свитер. Братан, так хочется закутаться в твой свитер, есть фарш. Ты даже не представляешь. Такой вот. Там бесплатный магазин одежды. Заходишь, выбираешь что-то. Ну, типа секонд-хенда, но что-то нормальное можно взять. Сейчас у нас холодно. У меня теплых вещей с собой нету особо. Я взял вот свитер себе. Еще один свитер взял. Ты, братан, вот так просто пришел и взял. А половина России полгода работает. Только на то, чтобы к Новому году накрыть вот такую поляну. И купить в подарок два свитера. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ